И сейчас возвращаемся к одной из главных тем выпуска новостей. Ярославский трамвай отмечает юбилей. Ему исполнилось 115 лет. Всю эту неделю в постоянной рубрике «Я. История» Сергей Муравьев рассказывает об увлекательном прошлом электрического транспорта в Ярославле. Накануне Великой Отечественной войны в Ярославском управлении работало 968 человек. В наличии имелось 50 моторных и 39 прицепных вагонов. Длина пути составляла более 17 километров, а работало всего два грузовых электровоза, что было явно убыточным. Поэтому в феврале 41-го года грузовое движение ликвидировали. В том же 41-м был разработан план закольцовки городских маршрутов для разгрузки центральной трамвайной линии. В горосполкоме уже обсуждался вопрос о пуске в Ярославле троллейбусов. Что интересно, по статусу городу не полагалось иметь троллейбусное движение. Но так как троллейбусы ЯТБ производились в цехах Ярославского автозавода, грех было этим не воспользоваться. ЯАС еще с 33-го изготавливал шасси для первого советского пассажирского троллейбуса ЛК, то есть Лазарь Каганович, который выпускался на московском автозаводе. А в 1936 году Ярославский автозавод, имеющий собственное конструкторское бюро, начал производство троллейбусов ЯТБ. Правда, пока только для Москвы, Ленинграда и других крупных городов СССР. Хитрые ярославцы собрали десяток другой машин для себя под видом необходимых производственных испытаний на ярославских маршрутах. Первый троллейбус вышел из сборочного цеха 20 июля 1936 года. Газета «Правда» восторженно оценила изделие. До войны завод выпустил 922 троллейбуса, а в начале 1941 года производство было передано в другие регионы. Но именно ярославцам удалось сделать надежную ходовую часть, что существенно облегчило работу другим автомобильным заводам. Интересный факт. Во время оккупации Киева германскими войсками немцы вывезли из города в Германию все троллейбусы ЯТБ, считая их надежными и достаточно комфортабельными машинами. После Великой Победы в Ярославле, как и во всей стране, интенсивно шло восстановление народного хозяйства. Власти справедливо считали, что именно городской транспорт, его внешний вид и надежность окажут положительное влияние на настроение измученных войной людей. Трамваи восстанавливали всем миром. Завод Победа рабочих обеспечил краской. Трест Ярпромстрой изготавливал рамы для остекления вагонов и так далее. Одновременно шел ремонт путей, и в ноябре 1945 года шесть вагонов вышли на линию. И количество их постоянно увеличилось. А 7 ноября 1949 года, после кропотливой и сложной работы по прокладке первой троллейбусной линии и строительства нового депо, на маршрут с поля Красная площадь вышел первый Ярославский троллейбус номер один. Интересно, что первыми водителями стали лучшие трамвайные вагоны вожатые. Старый Ярославский трамвай как бы передал эстафету молодому поколению, оставаясь между тем до сих пор патриархом городского электротранспорта. Продолжение следует...